Мешает реклама? Жми крестик в верхнем правом углу. Это я отвечаю на вопрос. Недавно, пару месяцев назад, вы продвигали один бизнес, а сегодня другой. Ребята, вы знаете, когда мне шлют новые компании, одни и те же люди, каждый день, или раз в три дня, или раз в неделю, то я все-таки скажу вам, в своем глазу бревно не видно. Поэтому переходим на то, что запустила вот эта троица. Вот этот вот Вал Смис, это мой персональный друг. Вот у нас сегодня был с ним 12 минут разговор. Он мне выслал все, что мне надо было. Чтобы вы поняли, что это он, давайте сверим фотографии. Вы видите, что это одно и то же лицо. Этот человек сделал 80 миллионов долларов в сети, и я с ним и с его другом Карлом занимаюсь бизнесом несколько лет. Вот почему мы ни разу не промахнулись с вами. Если вы вспомните, все компании, которые мы запускали, запускались всегда. Никто не исчезал, не скрывался с деньгами, не пропадал. Это не была халява, это всегда была тяжелая работа, но все спят с чистой совестью, потому что никто никого не подставил, не кинул, не обул, а все честно. Ты заработал, молодец. Нет, значит, так хотел. Вот поэтому мы всегда, узкий круг людей, американских сетевиков, знаем наперед, что будет запускаться, где и когда. Русскую армию приглашают. Одну из первых, как вы видите. Еще даже Америка много чего не знает. Мы уже здесь. Нас, кстати, больше двух тысяч уже пока, за два дня. Я думаю, только начало. Но нам нужно с вами обсудить маркетинг-план компании. Кто-то мне сказал, у вас есть ролик, одна минута, 30 секунд. Что это такое? Что это за беспорядок? А сколько вам надо ролик? Я не понял. 45 минут, чтобы он шел? Да, чтобы там 30 минут представлялись, как нас зовут, что мы закончили, летное училище и так далее. И 10 минут было маркетинг. Зачем эти презентации каждый день? Объясните мне. Вот я бьюсь уже в каждой компании одно и то же. Вы можете одно и то же кино смотреть каждый день? Вот бриллиантовая рука, давайте, в 19.00, все, бросаем варить борщ, детей, стирать мужей, все, закрываемся. В 7 часов ровно включаем бриллиантовую руку. Каждый день. Вы уже наизусть знаете всех актеров, все слова, все, что они скажут. Это чуметь можно, умереть со скуки. Зачем эти презентации каждый день одно и то же, если они есть в записи на YouTube? Дайте новичку посмотреть, если у него есть голова на плечах, он увидит деньги, которые я сейчас буду рисовать. И этого достаточно. А мы с вами должны встречаться на хэнгауте 3 раза в неделю и обсуждать, как нам двигать бизнес. И не вот эти мотивационные поджопники от погремушек на YouTube, которые только шатают, ты завтра будешь миллионером, ты завтра вперед, все. Они ничего не дают, потому что они сами ничего не знают. А мы конкретно должны обсуждать, как двигаться. Кстати, за 2014 год я изучил 160 партнеров, то есть видеокурсов от 3 до 15 часов каждый. Я не думайте, что я сидел прям там по 15 часов. Нет, я на перемотке смотрю. Так, трафик, интересно. Это не интересно, это ерунда. Так вот, из 160 курсов я отобрал в сторону только 6, которые могут быть полезны. А вы представьте, они стоят от 3 до 30 тысяч рублей. И вот когда человек приходит в интернет, и он видит, а эти партнерки, они разукрашены, они красивые, фантики, все, ты миллионер, давай покупай. Он вылаживает там 3 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч рублей за курс, и потом он сидит, изучает 10 тысяч, и он как ничего не знал, он так и не знает. Он выбросил 10 тысяч из семьи в мусор, и ничего не получил, никаких знаний. 160 курсов, 154 ни о чем. Это сколько денег, вы можете представить, около миллиона рублей, если переводить на, если я их все покупал. Хорошо, что есть люди, которые занимаются этим, дают так. Спасибо им. Так вот, поэтому я не буду вас раскачивать, все, давай, давай. Вы должны быть людьми, которые четко представляют, что надо делать. Не ждут ни от кого ничего никогда, и все, что у них получилось или нет, ответственность должна быть только на вас. Я смог, или я не смог, это только на мне. И это моя вина или победа? Все, нету здесь крайних, нету спонсоров, нету компаний, нету никого. Есть только ты и интернет, в котором ты никому не нужен. Все, если ты делаешь, ты в шоколаде. Если нет, слушай этих дальше, то, что они там ездят по ушам, и плати, и выбрасывай деньги, черт знает куда, никогда не вернешь их обратно. Что у нас происходит по маркетингу? Я не художник, я финансист, поэтому как смогу, так и буду рисовать. Давайте возьмем сразу это, чтобы долго тут фигуры не выписывать. Значит, смотрите, вот это ваш спонсор, буква Сэ напишем. Вот это вы. Можно взять другой цвет. Надо сделать пошире эту кисточку. Я же не художник. Ну, пускай. Так, вот это вы. Значит, смотрите, чтобы быть здесь абсолютно, как бы начать старт получения денег на пассиве, то есть вы заложили фундамент, и оно пошло, вам надо 4 человека. 4. Потому что вот 2, вот 2 и 4, он идет всегда спонсору, которым вы тоже будете являться, допустим. Вот вы поставили 4, да? Значит, ваш 1 и 2, вот всегда по 2 человека, 2 и 4. И все их люди, 2 и 4, и все их люди, 2 и 4, и их, и на бесконечность низ. Если брать по уровням, то первый уровень вы получили, там, у вас 2 и 4, это 2 человека по 25 долларов, по 25. Второй уровень, это у нас уже, те 2 поставили по 2, это уже 4 по 25 долларов каждый, пассив каждый месяц. Третий уровень, это 8 по 25, это вам все идет со всей глубины вниз по 25 долларов, со всей, помимо 45, это от 1 и 3 по 45, и от этих же еще по 20, помимо всего прочего. Когда вы ставите, начиная от 5 и до любого, то есть до бесконечности, вы получаете по 45 долларов, уже никому ничего по 25 не отдаете, как здесь 2. 2 всегда уходит наверх, да? По 25, вам только по 20. Но, чего я не знал, и узнал сегодня от самого хозяина. Оказывается, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, когда они ставят своего 2 и 4, каждый 2 и 4, и эти 2 и 4, и их 2 и 4 на всю глубину вниз, они все дают вам по 25 долларов. Вы можете представить, если у вас 20 личников и пошли по 2, 2, 2, 2, 4, вы получите примерно 512 платежей только по 25 долларов. Я молчу про 45, я молчу про 20, просто 20, которые здесь будут. И по доллару вниз, надо, наверное, новый листик, как его тут делать, значит, по доллару вниз от всей этой структуры. Переливы от спонсоров включены. Не надо сильно разбегаться, мне звонят, говорят, а вот подо мной уже 10 тысяч человек, я что, получу по доллару за 2 тысячи человек? Ни одного не пригласила в бизнес, но уже ждет, что ей дадут 2 тысячи человек. 2 тысячи человек под тобой, это 10 тысяч, кто зашел всего в компанию. Кстати, сейчас их уже 17 тысяч за 3 дня, ну за 2. Как говорил Вол, будет 50, ну отлично. Что-то, конечно, перепадет по спорсовской линии, потому что всем надо 2 тысячи, а то, что ниже, это уже перелив, правильно? Обязательно что-то перепадет, потому что я стою под ним, а вы все стоите подо мной. То есть мы в одной линии, и каждый что-то получит, но это не будет 17 тысяч человек никак. Понимаешь? И не 20, и не 10, и не тысяча. То есть, возможно, где-то по 100 человек каждому перепадет, кто там вчера, сегодня зашел, возможно, если будет 50 тысяч. Но я не хочу даже рассчитывать ни на какие-то подарки или переливы. Вот здесь деньги, без лимита на глубину, по 25 долларов. Каждый второй четвертый от личных. Личные ставят второй четвертый и погнало вниз, 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 безостановочно. Все 25 долларов привязаны к вам. Это куча денег. Даже просто посчитайте по уровню. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и так далее. Это и есть пассив, потому что вы фундамент заложили, 4 человека поставили, 4. Кто-то 5, кто-то 6, кто-то 8, кто-то даже 3, все равно у него уже один пассив есть. Второй, который. Он уже привязан к тебе. Когда этот второй ставит 2,4, это тебе. Эти ставят 2,4, это тебе. Те ставят 2,4, это тебе. На всю уровню вниз, да? Поэтому пассив, это ваш фундамент личный, вы забросили. И он начал развиваться. Каждый ставит себе 2,4 и пошло, 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 все, поехало. Давайте вернемся к сумме. Я уже давно слышу от больших американцев, вот мы знаем, что ты там в каждый бизнес приводишь несколько тысяч человек, все понятно. Но особых денег у тебя нет, согласись же. Я не буду врать, да, нет. Нету? Я не делаю, как вы, 100 тысяч долларов в месяц. Ни при каком раскладе. А почему-то я не делаю, да, я сам знаю ответ. Потому что мы вечно входили на 20, 10, 15 долларов в компании. То есть мы как бы делаем все для всех, приемлемо для каждого, да? Но денег при этом никто не зарабатывает. Даже я, который стоял на топе, и там было 11 тысяч человек, 6, 9, и это были копейки. Что можно дать с 15 долларов вниз? Ну скажи мне, пожалуйста. Только доллар 50. Все. И они говорят, перестань заниматься ерундой. Ты должен заниматься бизнесом, где вход 2 тысячи долларов. Таким образом, он сразу отрезает халявщиков раз и навсегда. А те, кто 2 тысячи долларов нашли и зашли, они уже не будут смотреть Дом-2 или играть в игрушки. Они уже вложили 100 тысяч рублей, им надо отбивать эти бабки. Они будут что-то делать, а не ныть. Понимаешь, о чем я? Вот где бизнес. И ты, войдя на 2 тысячи долларов, продаешь продукт за 2 тысячи долларов. Не за доллар 50, а за 2, одному человеку. И не надо тут тысячные структуры. Вот это и есть настоящий бизнес. Но чтобы к нему прийти, надо сделать деньги. Я вам говорю, если бы вы сейчас могли запросто зайти за 650 евро, я бы вам показал, куда идти, вы бы получили деньги. Было бы у вас 2 тысячи, мы бы сделали все по 2 тысячи. Но для этого надо, чтобы сначала кто-то эти деньги заработал. У нас большинство сейчас таких денег не имеет. И когда мне говорят, 90 долларов это много, я говорю, иди, все, иди кликай за 3 цента. Понимаешь? Иди туда, где не надо приглашать. Влаживай последние 100 долларов в хайп от процент, который тебя обует 100%, и ты никуда не денешься от этого. Потому что 100 долларов в хайпах заработать невозможно. В хайпы надо влетать с большими суммами, быстро внес, быстро откачал обратно, вышел. Я это знаю по старым временам. 3 года у меня нет никаких хайпов. Я держусь с их американской толпы, и они дают нормальный бизнес. Зато я сплю спокойно. Потому что эти деньги все равно уйдут. Ты у кого-то взял, кто-то потерял, кто-то продал машину, влез в кредиты, в банки. У него скандалы в семье, у него разводы. Понимаешь? А ты радуешься, что ты урвал куст, ты не будешь долго счастлив. Поверь мне. Эти деньги все равно уйдут. Так или иначе, что-то случится в жизни, что-то произойдет, что их придется отдать и с процентами. Поэтому лучше тихо, спокойно, не подставляя людей, чтобы никто тебя не проклинал, никто не орал, и все получали деньги. Заходить в нормальные компании, где надо пахать. Не ждите никогда ничего нету. Надо пахать. Поставьте базу себе, и мы все будем довольны. Все. Вот такой маркетинг-план я бы хотел рассказать. Простите меня за мои художества, но я думаю, вы поняли самое главное. Просто возьмите по линиям, посчитайте себе, 2, 4, 8, до сколько дойдете, там 256 человек, 512, по 25 долларов вам, возьмите калькулятор, и плюс 45, плюс 20, плюс по доллару вниз. Что смотреть в бэк-офисе у вас главное? Это enrollment tree. Не powerline матрица, где там 10 тысяч человек у вас, а enrollment tree – это уже точно те люди, которые принадлежат в матрице вам. Enrollment tree, да, рядом там. Вот сколько там у вас есть людей, у кого-то 100, у кого-то 200, у кого-то уже 500, если они оплатятся 26 числа, на оплату будет дано 3 дня. То есть не думайте, что если ваш партнер нижний, вы поставили человека, он оплатился на 10 минут раньше, то деньги ушли не вам. Нет, 3 дня будет как бы заморозка, дается время всем оплатиться, и только через 3 дня уже кто не оплатился, или кто оплатился, тот получает. То есть если вы спонсор, у вас есть приглашенный, вы не заплатили 90 долларов, а он заплатил, через 3 дня эти деньги уйдут тому над вами, кто заплатил. Я еще раз повторяю, 90 долларов сегодня – это не деньги, меньше заходить смысла нет. 45 – это хороший процент, плюс 20 и плюс 25, это не 10 процентов и даже не 30, это нормальная тема. И самое главное, что вы сами видите, цены сентября месяца, они взлетели в 10 раз. То есть 5 тысяч рублей сегодня – это не те 5 тысяч рублей, которые были еще летом, скажем, это уже как тысяча рублей. Я думаю, весной будет еще веселее, там уже и с работы полетят и так далее. Поэтому надо цепляться за хороший бизнес, люди просто его не поняли. И я сам не все до конца понял, я вот зациклился на четверых, а я забыл про пятых, шестых. Я просто думал, они дают 45 и все. Оказывается, они тоже дают 2,4, те 2,4, 2,4 и все на безлимит вниз и все тебе. Понимаешь? И вот когда эти цифры упали в голове, то получилось, что здесь с небольшой, скажем, суммой 90 долларов, ну просто очень много денег, реально очень много денег. Вы получите 2, нет, я вру, 3, 3 сильнейших курса по трафику, выбранные мною, действительно, они дорогие, которые вам помогут продвигаться. Далее, что я хочу сказать. Качайте американские группы на Фейсбуке. Дело в том, что они к вам не лезут вообще, не будут они к вам в Скайп заходить. У них не принято, у многих даже нет Скайпа, они не общаются голосом. Это мы ведем бизнес каменного века, как динозавры. В Америке уже давно все не так. Они прочитали ваше объявление, у вас есть от компании страница захвата. Они внесли имейл, компания начинает их долбить письмами, там маркетологи сидят. Вот эта братва, она везде рубит по 100 тысяч долларов в месяц. Они и копирайтеры есть, и адвокаты, и все продумают, и программисты, и все, все, все. Понимаешь, они начинают качать, ваша задача их заставить нести имейл на эту страницу захвата. А компания их зовет на вебинары, на хейнгауты, там не говорят о презентации, там просто говорят, что надо делать, как идти, вот у нас есть обучение, у нас есть бизнес, мы тебе поможем. А по идее-то все сводится к тому же, что я вам говорю, те люди делают то же самое. Они дают страницу захвата, тот человек подписался, у него смейл, компания его раскачивает, вот им все обучение. Много слов, но это так принято, так принято вот качать, раскачивать и так далее. Это я один противник, я с той коммунистической партии, которая вот так вот правильно, вот так вот честно, надо вот так. А это не все любят слышать, потому что не у всех и так хорошо на улице, чтобы их еще тут добивали. Никто не хочет слышать, что надо работать, надо кого-то тащить, что никто тебе тут ничего не даст. Нет, это вам на улице, там на работе рассказывают. Все хотят сказать, я зашел, ничего не сделал, 90 долларов внес, мне тут насыпали 5 тысяч долларов, все. Вот это классный бизнес, если бы такое было, конечно. Поэтому я иногда перегибаю, но я такой, какой я есть, прошу меня простить. Я не могу уже себя поменять. Я если говорю, что это вот фигня, это фигня, а это нормально, значит нормально. В общем, это все, что я хотел вам сказать пока что. Мы будем с вами обязательно встречаться. Мы можем даже дать слово кому-нибудь из наших, кто сейчас находится в комнате. Может, Шота добавит, или Адам, или Ирина, кто-нибудь. Скажите ваше слово нам тоже. Что вы думаете по этому поводу? Всем добрый вечер, меня зовут Адам. Мы с Вадимом, честно говоря, по многим компаниям ходили. И Вадим в самом начале сказал, что мы ходим только в компании, в которой потом совесть не мучает. Буквально сегодня я вспоминал названия, вспоминал сайты. Мне вспомнилось 4 компании, которые мы за прошедшие 2 года побывали. Они до сих пор работают. Люди до сих пор там зарабатывают. Кто прикладывает свой труд, умение, знание, кто продвигает это все. И поэтому еще ни разу мы не подставили людей, не обманули, не забрали ни у кого деньги, никуда не ушли. Все работает до сих пор. Поэтому Вадим мне сказал два слова. Сказал, что у нас есть новая компания. Я даже не разбирался ни в маркетинге, нигде ничего. И даже вот этот маркетинг-план по шахматному маркетингу, который только что Вадим нам разрисовал, я его даже до конца сам тоже не понимал. Единственное, что меня там еще очень сильно привлекло, форсированная матрица 2 на 10, потому что уже имею достаточно большой опыт участия в таких маркетингах. Они приносят деньги стабильно, прилично хорошие деньги ежемесячно. И тем более, что у нас компания, мы стартовали в этой компании со всеми, со всем миром. Очень приятно смотреть, когда там слева в меню каждую секунду региструются люди со всего мира, разные страны. Поэтому есть у нас такой план работать. Я думаю, что эта компания проработает очень долго. И, конечно же, есть большие перспективы для того, чтобы люди, чтобы вы все и мы все приглашали себе личных партнеров. Потому что, как сказал Вадим, 45 долларов отличника. Хотя я изучил маркетинг, я знал, что и пятый нам по 45 платит, и пятый, шестой, и сотый нам будут отдавать своих вторых-четвертых. Это очень хорошие деньги. Для этого нужно, пока есть у нас возможность, пока еще... Мы всегда идем на приланч. Вы знаете, это большая возможность. Мы сейчас заходим на первый процент. Есть правило такое 1.9.90. Мы идем в однерку. Мы сейчас самые первые. И у нас есть возможность хорошенько сделать себе чек. Я, например, ожидаю, что в ближайшие годы я буду здесь иметь хороший ежемесячный чек. Поэтому, чего я вам всем желаю, чтобы у вас, конечно, было как меньше... По меньшей мере, чем у вас. Чтобы было 100 личных партнеров. Это будет очень хороший чек. И всем желаю, чтобы у нас все форсированные матрицы 2046 человек, чтобы у нас у всех было. Чтобы у нас по доллару с этих людей тоже было. Но, как говорится, мы можем надеяться, мы можем ожидать, но сами плашать мы тоже не можем. Поэтому не ждем халявы, не ждем сложа руки. Мы должны продвигаться, мы должны строить себе бизнес. И в первую очередь мы, как лидеры, должны помогать нашим людям, которые идут за нами. Поэтому на нас тоже лежит определенная ответственность обеспечивать переливами свои структуры. Поэтому всем желаю я успехов, удачи. Я по мере возможности бываю в сети, в чате, в нашем скайп-командном скайп-чате. И я открыт для того, чтобы помогать, там какие-то вопросы отвечать. По маркетингу я разобрался. Это компания, ну, это очень просто, здесь нужно закрыть глаза, регистрироваться в друзья. Просто регистрируемся. Пока что мы можем регистрироваться, пока мы еще впереди, мы можем себе создать хорошие структуры, набрать очень много личных рефералов. И потом мы будем пару месяцев работы, потом мы будем наслаждаться результатом наших работ. Спасибо, Адам. Вот все, что в принципе вкратце. Это действительно так. Вы сами увидели, что это очень интересный бизнес. Работать надо везде, вы сами знаете. Не слушайте никого, кто там где-то что-то взял, поймал. Это все ерунда. Потому что в интернете хоть где-то надо делать что-то. 90 долларов это приемлемо. Здесь будет помимо тренингов, обучения всего. Хоть и на английском, но в принципе то, что надо, я смогу вам передать. Здесь будет встроенная программа, это очень дорогое оборудование, где каждый платный может кидать свою реферальную ссылку, и она будет крутиться по всему интернету. Вот как вы бросаете свою рекламу в фейсбуках, на форумах, вот так будет крутиться везде. И на эту страницу будут подписываться люди на вашу, а компания будет их дожмать за вас. То есть вот такая вот готовится эта штука. Это люди, которые ставят себе по 3-4 тысячи лично приглашенных через вот эту программу. Вот это троица на фотографии, которую я вам показывал. Но что бы там ни было, продукт лично меня никогда не интересовал, меня интересовало, чтобы компания не закрылась и выплачивала людям деньги. Вот это была самая важная моя головная боль. И пока я с этими американцами уже несколько лет, мы ни разу не промазали. Я вам еще раз говорю, они все повязаны с друг другом. Один звонит другому, говорит, слушай, мы через месяц открываем тему. На, посмотри. Он посмотрел, нормально, все, заходим. Подтягиваем, подтягиваем Индию, подтягиваем Россию. Кто у нас в России? Вадим, давай его сюда. Все, выходит тайный между собой. Я об этой компании знал еще полтора месяца назад. Так, вот такое вот будет запускаться. Идешь или не идешь? Надо посмотреть. Нравилось? Пошли. Нет? Ребята, я пас, я занят сейчас другим. Или еще что-нибудь. То есть, но это люди, которые 100% ведут честный бизнес. Почему они часто открывают новые компании? 3, 4, 5 месяцев и открывают новые. Это все из-за нас. Потому что нас тут больше нет. Адам правильно сказал. Мы притащили сюда конторы, которые работают и платят до сих пор. Только русских там уже нет. Русские уже ушли давно. Потому что они все заходят только выдернуть перелив и что-то от кого-то получить. Но мы же не обезьяны в зоопарке сидеть с протянутой рукой. Мне, например, гордость не позволяет, чтобы я был кому-то что-то должен. Чтобы мне кто-то что-то налил или пересыпал и потом тыкал мне в лицо. Вот, понимаешь, заработал, потому что я тебе дал. Нет, такого не должно быть. Мы все люди с головой, мы умные. Мы умнее американцев. И мы должны взять то, что вы считаете. Другой момент, что вы не все знаете, как это брать. Ну хорошо, я вам дам курсы по трафику, которые даже я не знал, что такое есть. Я вам говорю, они стоят от 5000 рублей. Посмотрите, вы будете знать. 3 миллиарда человек пользуются интернетом. Из них 1,5 миллиарда сидят в Фейсбуке. Я вам дам один сильнейший курс. Этот человек, который его создал, я не знаю, ему надо было продавать его за 30 тысяч, а не за 5. Настолько он 15 часов там вводит мышкой по экрану и все четко показывает, что надо сделать, нарисовать, создать, как тянуть трафик, как быть везде, где брать вирусные посты, которые собирают к вам тысячи лайков и кучу друзей, которые сами к вам дадутся, как вести бизнес. Я сидел там с открытым ртом, хотя я тоже не, я знал много, очень много. Вам это очень поможет. Надо просто делать. Есть люди, которые даже не скачивают эти курсы. Ты даешь им ссылку, это стоит 5 тысяч рублей, он бы никогда это в жизни сам не купил. Ты ему даешь бесплатно, на, и твои проблемы закончились. Ты сможешь как минимум 10 человек ставить, если ты изучишь это. И он даже не скачет, ему некогда, потому что он сегодня здесь, завтра там, после завтра там. Надо хотя бы один проект 3 месяца тащить. Один хотя бы 3 месяца, тогда будет результат. Но вот что запрыгивать, сейчас тоже продойдет 26 число, я вас уверяю, здесь 50% скажет, 90 долларов это дорого, это огромные деньги. И пойдут дальше. Ты пойди открой на улице магазин за 90 долларов, друг мой. Или ларек, давай, завези туда товар, пусть налоговая приедет, пожарники. Давай за 90 долларов все сделай, потом приходи. И мое мнение такое, если у тебя нет денег в интернете начинать бизнес, тебе есть нечего делать вообще. Вот на ютюбе пусть тебе рассказывают, что ты супер гений, да, и можешь начинать бесплатно, и все тебе будет, это пусть тебе там рассказывают. А я тебе говорю, если у тебя нет денег, лучше вот там сиди у себя на улице на заводе. Потому что тут надо их делать даже вот с небольших сумм. Но честно, вот сделай и идем дальше. Есть куда идти, есть настоящие, которые, честные, без скидаловы, там вход несколько тысяч долларов. Но кого я туда сейчас позову, уже 5 лет сидят в скайпе, и у них 100 долларов нет. Кого я позову туда? Почему? Потому что они слушают всех, кроме тех, кого надо слушать. Кроме тех, кто делает результат. Ну пусть слушают дальше, а мы будем двигаться. Поэтому не обращайте внимания. Это всегда было так. Подойдет дата регистрации, оплата, там кто-то сразу сойдет с рельс, все, нет, нет, дорого, уйдет. Вот пускай, нас это не волнует, мы идем дальше. Чтобы этого не было, просто перестрахуйтесь. Возьмите себе больше личных. Вот и все. Ребята, всех обнимаю. Спасибо. На YouTube предлагаю презентацию. Продолжение следует.